Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписал Михаил Дегтярёв с главой города Дебальцево Донецкой Народной Республики. Встреча прошла на территории ДНР. Напомним, Хабаровский край взял шефство над Дебальцево месяц назад. Репортаж наших корреспондентов. В Дебальцево проживает около 20 тысяч человек. Сегодня это крупнейший железнодорожный узел Донецкой Народной Республики. Помощь городу в создании инфраструктуры окажет Хабаровский край. У нас были прямые попадания в крышу, было разрушено и, естественно, все погодные условия 2015 года протекали до самого подвала. В центре детского творчества работает один кабинет. Остальные закрыты на реконструкцию. Помещение, в котором занимаются дети, также требует капитального ремонта. Этот и еще три социальных объекта, библиотеку, детский сад и бассейн восстановит Хабаровский край. Соглашение о сотрудничестве подписали Михаил Дегтярёв и глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич. Плюс организуем отдых детям. 60 человек на Черноморском побережье в России. Тоже все это будет за счет правительства края сделано. Курс, как вы видите, по объектам в первую очередь на организацию инфраструктуры для детства. По планам сотрудничества будет проходить в двухстороннем порядке. Взаимодействовать между собой начнут бизнес и госпредприятия. Например, в металлургии и машиностроении. Наши профессионалы, работающие на железнодороге и изготавливающие тоже железнодорожную решетку, то есть выработка электроэнергии. Это железобетонных конструкций завод, который выпускает опоры железобетонные для энергетиков. Я думаю, нам будет чем помочь Хабаровску. Также Хабаровский край поможет Дебальцево транспортом и дорожной техникой. Из региона уже поступило пять новых автобусов «Газель». Они будут использованы в качестве общественного транспорта. До конца этого года Хабаровский край отправит также 20 единиц коммунальной техники. Кроме того, будут отремонтированы более 20 тысяч квадратных метров дорог.